Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о втором Спасе, который известен в народе как Яблочный. Яблочный Спас, а по церковному календарю это преображение Господне, ежегодно отмечается в один и тот же день, 19 августа. В собрании нашего музея находится вот такая небольшая икона данного праздника, которая происходит, очевидно, из праздничного ряда какого-то небольшого иконостаса. Данный образ, видимо, в богоборческие годы после разрушения храма долгое время сохранялся у верующих людей, затем был передан в один из храмов города Саранска, а затем в наш музей. Вот это произведение создано на щите из четырех липовых досок. Мы видим, что три из четырех досок имели свои врезные шпонки и была одна общая большая врезная сквозная шпонка. Однако со временем данные шпонки при усыхании дерева были утрачены и данный икон остался без них. Вот отсутствием шпонок и деформированием иконной доски во время колебаний влажности в весенние или осенние периоды, видимо, связано и появление таких глубоких жестких кракелюр на лицевой поверхности иконной доски. Судя по остаткам чеканного орнамента растительно-геометрического происхождения на полях, мы можем датировать данное произведение последней третью или последней четвертью XIX столетия. Видимо, во время бытования вне храма данная икона многократно промывалась. И когда икона промывалась, то золото было счищено. Видимо, икона протирала спиртосодержащими веществами. Мы можем увидеть остатки золота вот здесь, например, рядом с фигурой одного из апостолов и евангелистов. Затем, видимо, икона была поновлена бронзовой краской, но, к счастью, фигуры и само надписание не были задеты. Поэтому данная икона представляет историческую и, конечно, определенную художественную ценность. Как любая икона двунадесятых праздников, она является прямой иллюстрацией евангельского текста. Итак, сейчас мы обратимся к евангельскому повествованию. Это Евангелие от Матфея, 70-е, богослужебное зачало. Для того, чтобы прочитать данный отрывок из Евангелия, мы берем также иксепонат из нашего музея. Это единоверческое Евангелие 19-го столетия, которое является перепечаткой изданий Московского печатного двора на 1650-го года времен Патриарха Иосифа и царя Алексея Михайловича. Итак, читаем, что «И под них шестих поят Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возведе их на гор в усоку, едины, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яка солнце, риза его выше белы, яка свет, и се явистося им Моисей и Илия, с ним глаголюще». Отвещав же Петр рече к Иисусове, «Господи, добро есть нам сде быти, аще хощеше сотворим сде тресенье, тебе едину, и Моисеуве едину, и едину Илии, ище же ему глаголюще се облак светил, осени их, и се глаз из облака глаголи се ес сын мой возлюбленный, а нем же благоволих. Того послушайте, и слышавши ученицы подошеницы, и убояшися зело, и преступль Иисус, прикоснуся их и рече, восстанете, не бойтесь, возведши же очи свои, никого же видиша, токма Иисуса единого, и сходящим им с горы заповедуем Иисус глаголя, никому же поведите видение, донди же сын человеческий из мертвых воскреснет». Если мы с вами обратимся к композиции данной иконы и возьмем прорезь одного из древних изображений данного праздника, то увидим, что, невзирая на то, что произведение нас все было создано в господствующей синодальной церкви, где с конца XVIII столетия утверждается академический живописный портретоподобный стиль, то все равно в целом древняя композиционная структура иконы не меняется. Если в древности мы видим, как композиции данного произведения делятся достаточно ясно на две части. В центре Иисус Христос, с одной стороны пророк Моисей со скрижалями, с другой стороны мы видим пророк Илья со свитком. То же самое мы видим и на древней иконографии. Нижняя часть – это три апостола, которые закрываются, как сказано в Евангелии, потому что убоялись зело. И апостол Петр, который говорит Христу о том, чтобы создать три сени. Итак, если мы обратимся к нашему произведению, то увидим, как я уже сказал, в центре Христа. В древней традиции было изображать Христа в совершенно белых ризах, поскольку в Евангелии сказано, что ризы стали его белые, как снег. То здесь мы видим, что художник делает отсыл к каноническому изображению Христа, когда хитон изображается вишневым, а гематий – синим. То есть это цвет божественный и человеческий, двоединенные сущности природы Христа. Здесь мы видим, что ризы не чисто белые, они нежно-розовый хитон и нежно-голубой гематий. Пророк Моисей также угадывается по скрижалям, пророк Илья – по свитку. Далее академический художник не совсем твердо, видимо, знал правила изображения апостолов. И апостол Петр, а он всегда изображается говорящим и со Христом, он изображен не в своих цветах. А вот в цветах апостола Петра изображен самый юный апостол Иоанн. Обыкновенно апостолу Петру присущ синий хитон и желтый гематий. Здесь же иконописец немного меняет эти цвета, видимо, не слишком твердо, будучи знакомы с правилами изображения всех апостолов. Апостол Иаков изображается по-разному. И в красном гематии, бывает в хитон у него и синего цвета, и зеленого цвета. Здесь есть некоторые иконографические вариации. Вот такое произведение хранится в фондах нашего музея, которое иллюстрирует данный праздник и иллюстрирует то событие из новозаветной евангельской жизни Христа, которое станет одним из важнейших. Опять-таки, почему Христос берет именно трех апостолов с собой? Как пишут богословы, ответ на этот вопрос достаточно прост. Почему он не ушел один от всех апостолов и не преобразился один? Потому что по иудейскому закону, по иудейским обычаям того времени, для того, чтобы какое-то событие стало достоверным, нужно было два или три свидетеля, чтобы они подтвердили. И когда они шли с этой горы, и, как сказано, заповедуем Иисус глаголе, никому же поведите видение, донди же, то есть до тех пор, пока Сын Человеческий из мертвых не воскреснет. Это было сделано для того, чтобы уверить всех апостолов, для того, чтобы все апостолы в дальнейшем знали, что здесь именно, опять-таки, проявилась во всей славе божественная сущность Христа. И почему апостолы испугались? Потому что, вот как сказано, опять-таки, в Евангелии, «И все глаз из облака глаголи, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте и слышавши, ученицы подоши ницы». То есть ученики пали ниц, испугавшись, поскольку Бог, Отец, здесь явственно проявил себя. Мордовский Республиканский Объединенный Королеведческий музей имени Ивана Дмитриевича Воронина поздравляет вас с этим замечательным праздником, с Яблочным Спасом или со Вторым Спасом, и приглашает в свои залы, чтобы познакомиться с коллекцией иконописи, а также с другими коллекциями музея. Субтитры создавал DimaTorzok